выдвигаемся на работу в общем испытываем сейчас новый прибор как он будет себя вести я же его только прицепила но еще не еще не испробовала сейчас сейчас я немножко прокачусь посмотрим будет что-то трястись отпадать там анатолий ефремов напишет тоже если честно по мне кажется противный мужик он вроде иногда пошутит но в основном такие комментарии все как мне я вам еще не показала этот прибор он не пишет после такой рекламы точно не буду брать чем групп хотел записать кто-то заставляет в общем люди конечно мы вообще все разные очень все странные с возрастом люди вообще становятся еще до стране не стройнее стране и вот короче сейчас выброшу мусор поедем набирать воду и поговорим вот анатолий ефремов сказал что точно не будет потому что неправильно интонацию передаю после рекламы анатолий 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 это не реклама это я просто рассказываю что я приобрела для удобного себе пользования так что ладно в общем мне все кажется людей нормальных вот вы я мариша и лена остальные все со странностями особенно хронельный раз огласятся те кто работал в торговле там бывает такие личности приходишь ты просто стоишь и такая думаешь господи божечки мои в общем вот показываю вот смотрите вот такой приспособ вот так вот он крепится на зеркало и кстати надо снять еще для озона вот он там прямо легко одевается он состоит из трех частей вот этой вот эта палочка прикручивается и вот это вот для телефона вращающаяся штука самое интересное что ну вот там надо расслабить допустим рукой неудобно приехала за водой вот расслабляем то есть вы можете потом закрепить его в какую угодно сторону ребят мне неудобно одной рукой если он вам вообще это вот штука здесь тоже раздвигается вставляется телефон без особых усилий вот то есть это тоже штучка вся поворотно в общем шикардос вот это еще как-то тут опускается ниже выше в общем я восторге сейчас я вас поставлю вот так вот сейчас вот нажму посмотрите вот так вот я нажимаю ой вот так ставлю нажимаю и смотрите какой обзор ничего не мешает никакие в общем сейчас мы будем с вами 24 на 7 но я пошла сейчас попробуем помыть стекло и подъехала во втором районе к пятерочке за водой ну-ка сейчас посмотрим обзор будет прелестный обзор стойка машины мешает по воду сходили воды набрали просто такая вышла прям глаз ребята отдыхают ну посмотрите какая красота вокруг конечно зеленые горы это что-то зеленые горы чистое небо ясно оставляю и там хотела сегодня с утра посмотрела боже мой как красота как прелесть это это держать для телефона вот раньше тут вы еще тупи это про меня вот сегодня утром просто youtube это же уже хобби это не хобби это уже работа и в общем с утра зашла лазаревская кто-то там не писал помните я говорила что у нас холодное море и какая-то женщина мне написала не помню мне постоянно моя подписчица так видимо случайно завершая что узнаю папа а поможет по моему он там мужчина с двумя сыновьями там бегает голубым по европам по всем пляжам не знаю что зарабатывает деньги потому что не работают вот он сегодня михайловки завтра он вольгинге после завтра все это бегом-бегом одежда могла очень неважно типа он мерил температуру господи несколько девочках пока воду наливала 26 градусов вода я не знаю там у папы может термометр неисправный ну в общем сегодня вот лазаревская с утра посмотрела он прямо меряет температуру воды не знаю как у нас там он показывает около 15 8 16 градусов вода такое случается это причем не на день не на два это бывает на 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 вот 10 дней мне смысла вам было врать что вода холодная на сапе не пошла но она действительно холодная хочу заказать сегодня на озоне хочу заказать на озоне вот этот термометр чтобы быть не голословной а прямо замерять я так говорю по собственным ощущениям что вода ну прохладная а я с моими всякими периодически вылазящими такими болячками конечно не рискну купаться в холодной воде но так вот почитала я что это такое называется по моему это апвеллинг насколько моя девичья память это когда там что-то ветер прибывает течение подробно так там так что научно написано кому интересно почитайте и длится он около 10 дней пока то ли там течение не смеется сменится то ли ветер круче вылезла сама ничего не знаешь в общем называется апвеллинг по моему вот это вот природное явление и конечно купаться в температуре 16 градусов это такое себе удовольствие сейчас я поработаю сегодня часа в 4 5 сегодня поставщиков меньше и конечно сгоняем на море давно не были с той стороны где где касса стороны маста стороны торнадо сходим узнаем сколько в торнадо в этом году вход не для пользователей не для проживающих торнадо а вот допустим вы приехали и хотите с ребенком провести вот допустим холодная вода вы хотите провести с ребенком все равно да а жара все равно стоит на улице вот сейчас вот и все равно хочется провести день возле водоема скажем так пожалуйста на реке теплая вода там у нас она не очень глубокая очень хорошо прогрета и если кому-то холодное море можете идти на реку кстати насчет пожарить шашлыки меня там спрашивали нормально что есть ли такие беседки где можно арендовать в самом поселке нет есть туда ближе к пляжу где-то можно что-то найти конечно надо это смотреть а вот так чтобы вышли шли такие компании 10 человек такие беседка с мангалом ну конечно же нет в жилом секторе это нереально потому что вы там все равно будете выпивать может там кто-то и у вас будет громкий гость и в частном секторе в жилом пятиэтажные дома я не видела лично таких мы если что собираемся когда вот нас собирается компания и мы идем на реку можно взять с собой купить идет одноразовые мангальчики продаются не так дорого во-вторых каменистый каменистый берег и соорудить быстро мангальчик если с вами есть мужчины с грехом пополам припарковались эти узкие здесь конечно если две машины то сложная первые это сейчас я уже как бы адаптировался первое время для меня 7 лет назад приехала стаж был еще не сильно ну как большой уже но не такой я же привыкла у нас на урале вот такие дороги везде вот такие дворы и когда здесь вот это у меня с ладошки потели одно время ладно очень побежала на работу вечером сгоняем на море возьму термометр магазине я не знаю можно их воду опускать но мы опустим нас на море весело мальчишки на балалайках мальчишки на балалайках мальчишки на балалайках вот так у нас весело мальчишки на балалайках Под русские, под русские балалайки. Ах, малорик. Малорик прямо. Наши все стоят. Это вот. А у Лени здесь, тоже вот рядом гостиница, видите, тоже как весело. Танцуют родители. Приехали они тоже на конкурсы. Плохо репетировали, видимо. Приехали они на конкурс тоже на Приморскую, но живут вот в этой гостинице здесь. Мамы, детей. Видите, какие сейчас будут танцы вот такие, под такие песни. 70-е, да? Да. Ражен Герл. А Дилис тоже есть, как правило? А Дилис тоже тоже, как правило. Тоже мама, тоже репетирует, видимо, тоже будут участвовать в конкурсе. Вот так вот. Молодцы. А мы сегодня пойдем на море или нет? Пойдем на море. Идем на море. В общем, летом, конечно, здоровски, весело. Меня пригласили завтра на Приморскую. Там тоже коллектив. Смотрят мои влоги. И поэтому завтра мы прогуляемся до Приморской. Посмотрим, пообщаемся. А сейчас идем на море. А сейчас идем на море.